В нашем школьном народном историко-кровеческом музее есть экспозиции, посвященные жертвам геноцида в годы Великой Отечественной войны. Тема геноцида – больная тема для жителей нашего Агрокородка, в прошлом местечко Пески. В годы войны здесь существовало еврейское гетто. Оно было организовано нацистами в 1942 году и просуществовало 4 месяца. Весной 1942 года значительную часть местечка Пески, где жили люди еврейского происхождения, обтянули колючей проволокой. Так образовалось гетто. Туда никого не пускали, но сельчане старались передать хлеб, воду, картошку. Немцы специально не включили речку-земьянку в границы гетто, чтобы источником воды был единственный колодец. Колодец находился в собственности состоятельного хозяина, а все остальные жители брали воду из реки, а нафтье времена была чистой и прозрачной. В гетто не только не хватало еды, но и с водой была большая проблема. Единственный колодец не мог напоить около двух тысяч людей, которых согнали сюда. 2 ноября 1942 года на трехстах вазах Песковских и Мостовских евреев направили в Волковыск, а 23 человека были сожжены живыми. Дети войны помнят, как жители местечка выбежали на дорогу и увидели жуткую картину. Ехали телеги, а рядом немцы на мотоциклах и машинах. Дальше их путь лежал в Треблинку. Туда они были вывезены весной следующего, 1943 года. Там и погибли. В 2009 году в память о погибших жертвах геноцида в Песках был установлен памятник. Каждый раз, стоя на месте, где заживо сгорели 23 человека, мы понимаем сердцем, почему сегодня, как никогда, необходимо постоянно говорить и помнить о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, в последние годы отчетливая видна тенденция к фальсификации событий войны. Мы должны понимать, кто, как и зачем сегодня пытается переписать историю Великой Отечественной. Мы обязаны не забывать о событиях прошлого, не давать другим говорить и писать неправду об истории нашей страны. Святая обязанность каждого из нас, в первую очередь молодежи, быть достойными в подвигах своих дедов и прадедов, твердо хранить завоеванную ими Великую Отечественную войну, свободу и независимость Родины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok